В красном углу из Узбекистана, город Бехабат. Ему 29 лет, рост 169 сантиметров, вес 67 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев. 8 побед, 5 из них одержаны аккаутом, одно поражение. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Фаслит-Джин Каиб Назаран! Да! Рефери Виктор Панин. Господа боксеры! Господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды, желаю вам удачи. Пошли руки. По углам. Синюха, готовы? Синюха! Вот рост вес бойцов на ваших экранах. Да, к допускам, к небольшим допускам, к килограммам. Практически на 10 сантиметров, на 10 сантиметров выше своего соперника Манук. Ну и надо было бы поправиться, что Каиб Назаров был олимпийским чемпионом весовой категории до 64 килограммов. 64 килограммов. А не до 69, да. И мы начинаем поединок. У Фазалидина Каиб Назарова единственное поражение. В США он проиграл проспекту Микалу Фоксу. Но Манук Диланян, кстати говоря, в Екатеринбурге не первый раз выступает. В свое время он сражался против Макомеда Курбана. Он тогда проиграл досрочно. Но при этом оставил приятные впечатления. Манук Диланян действительно очень высокий и для первого полусреднего, и для полусреднего веса. В принципе, карьеру он начинал как представитель вообще первого среднего веса. Ну а Фазалидин Каиб Назаров большая часть своих поединков надо отметить, проводил именно в США. Да, именно там началась его профессиональная карьера. Ну и посмотрим, несколько нервно, сумбурно начинается бой. Такая пристрелка идет. Все-таки чувствуется, что для Каиб Назарова есть проблема, что вот такие вот дистанции, антропометрические данные. Не успевает он где-то закручивать. Ну и, кстати, немножко поменял свою манеру Манук Диланян. Помню я его по, так сказать, предыдущем выступлении. Немножечко по-другому он стал боксировать здесь. Постоянно старается держать на уйденутой руке Гаиб Назарова, но не помогает. Там успел два боковых отвесить Фазалидин. Раньше, да, Манук боксировал немножечко по-другому. Был более серийный, больше работал за блоком. Вот попадает сейчас и в корпус. По туловищу пробивает Манук. Есть шанс у Диланяна, но почему он здесь пережидает. Гаиб Назаров ушел в глухую защиту и застоялся тут у канатов. Не рискует Диланян. Рискует. А вот почему не рискует. Потому что навстречу можно пропустить. Фазалидин достаточно взрывной. Хлестко бросил левым крюком он. Постоянно старается так фехтовать передний, в данном случае, левой рукой Манук Диланяна. Пропускается сейчас на скачке правой боковой Диланяна. И Гаиб Назарову удалось сократить дистанцию. Это очень важно для Гаиб Назарова. Вот какой удар в туловище здесь попал представитель Узбекистана. Ну и стоит ручки поднять Манук. Потому что в такой немножко раскрытой стойке он находится. И здесь есть, куда попасть Гаиб Назаров. Начал уже так немножко кураживаться Гаиб Назаров. Почувствовал на фазу, что чувствует он дистанцию. И начинает так немного выманивать, опускать руку обе, причем руки. Через опущенные руки даже боксирует здесь Гаиб Назаров. Показывает, что не страшно ему удары навстречу пропущенные. Вот такой нервный, нервный первый раз. Рваный темп. На ближней дистанции левый боковой проходит у Гаиб Назарова. Первый раунд закончен. Первый раунд закончен. Все вроде. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Диланян пока очень текущий Диланян быстро пробивает, но руки были на месте у Гаиб Назарова Смотрите, маятник начинает раскачивать Фазлуидин Оказался на выжней дистанции здесь Гаиб Назаров, но ничего сделать как бы не смог Он забросил правую боковую через руку и попутка Леонова в разрез Очень много работает корпусом, раскачивает здесь Гаиб Назаров Видимо провоцирует Диланяна на действиях, пытается на контратаке сработать Несколько боковых в обвод туда рук пытается забросить Гаиб Назаров Здесь мажет Фазлуидин Не знаю, посмотрим второй раунд из восьми Ну, надо сказать, что сейчас достаточно удобно Гаиб Назарову, он постоянно оказывается на средней дистанции И вот тут вот за счет этих постоянных уходов, уклонов Остается здесь, защищается уверенно и практически не пропускает ненужных для себя ударов Не рановато ли начал Фазлуидин пижонить? Да, может, может попасть здесь Манул Заклинчевал здесь Диланян Диланян так начал защищаться подставками Ну, видимо, вот так вот практически только техникой и защитой пытается удивить Гаиб Назаров За блок туда попадают боковые Еще один туда же Взрывается Гаиб Назаров Зрошенный боковой Его слева достиг цели Ну и тут вяжут Диланян Все правильно Заканчивается второй раунд Попытка удара по туловище здесь от Гаиб Назарова Защищался Диланян Бьет и смещается, бьет и смещается Типично как действует, действует как и левша здесь Гаиб Назаров И раунд закончен Ждем третью трех минутку Справа бокового начинает этот раунд Гаиб Назаров Попал несколько ударов снова И работает через опущенные руки Практически не защищается Хороший боковой И мне кажется, вот навязывает контроль своей дистанции Именно Гаиб Назаров Защищается здесь в стиле Флойда Мэйвезера Пытается делать Диланян, да, но Несколько ударов попали У Манукой предыдущий бой состоялся не так давно В июне этого года Он проиграл проспект у Харитония Агрба Причем проиграл с индейским решением Да, в тетераундном поединке Но если верить судьям, то все десять раунд Ну вот, кстати Был бы интересен поединок двух лет По фамилиям представителей Абхазии Изначально Харитона Агрба против Игоря Адлеба Я бы глянул Два удара в туловище здесь на короткой дистанции пробивает Гаиб Назаров Позлядин в этом поединке фаворит По крайней мере на бумаге Но вот просили от Диланяна в перерыве Правый в корпус Но пока не получается Все-таки Гаиб Назаров А вот здесь несколько раз, да, попал здесь Диланян Но начал снова отлично защищаться туловищем Гаиб Назаров Вовремя он смещается за ногу сюда своего соперника Уходит с линии атаки А вот здесь я подстоялся Гаиб Назаров И тут же включает бомбардировку здесь Диланян Но ненадолго Этим боковым постоянно мощно-мощно пробивает здесь Гаиб Назаров И за мяч, что, кстати, постоянно правая рука у головы Правая рука у головы у Диланяна И для Диланяна это очень здорово Я думаю, он изучал своего соперника И понимает, откуда основная угроза В таком игровом стиле Пытается раздергивать Возвратил Гаиб Назаров Удар на то еще пробивает Здесь не достал А здесь хорошо ушел Диланян Не сказать, что это такой прям супер зрелищный поединок Но определенный нерв и определенная драма здесь, конечно, присутствует Да, у нас третий раунд Еще раз попадает несколько раз здесь Гаиб Назаров Чувствуется, что Позведи так нащупал свою дистанцию И причувствовался к атакам своего соперника Он понимает, под какими углами летят удары И вовремя защищается Двойка на встал Опа, это подпечили Да, достиг этот удар В турище своей цели И вопрос, может ли понятна здесь Сомневается Нет, встает Встает Манук встает Воет Воет И он Спасает здесь от продолжения атаки Диланяна Очень больно было Не показали нам повтор, к сожалению, приведший к нокдауну Но возле Динга Ибназаров А самый вопрос, насколько так восстановился после этого удара здесь Диланяна Мы знаем, что удар по туру, он может как выдержать в напряжении еще долгое-долгое время Переключает Гаиб Назаров атаки по голове Слева Попадает справа, еще слева Принципиально много работает в голове Попадает удар по туловищу Понимает, что сейчас не в очень хорошем функциональном положении находится Диланяна Но, кстати говоря, у представителей Узбекистана в этой категории вообще дела идут хорошо Помимо Гаиб Назарова в этом же весе у нас есть и Шох Джохон Иргашев И Шахром Гиясов, если я не ошибаюсь Наверное Ох, пошел, пошел здесь на обострение Вот смотри, Гаиб Назаров, в принципе, бой выигрывает, да, с учетом нокдауна Но при этом позволяет себе еще и спойлерить Вот зачем? Этого я не очень понимаю Такой для соперников Фазлидин, но очень неприятный боксер, очень неприятно Понял, видимо, мне кажется, что Гаиб Назаров, что слишком много пока потратил сил Добить соперника не получилось такой первой атакой И снова начинает вытягивать на себя Фазлидин дает себе возможность так чуть-чуть функционально подвосстановиться Снова начинает работать на ногах, много защищаться корпусом И у Гаиб Назарова это здорово получается Манук, мне кажется, так подпришел в себя, пытается атаковать Снова клинч у нас на ближней дистанции А рефери в очередной раз разводит бойцов Тут навстречу наконец-то попал Нужно встречать Диланяну Гаиб Назарова Фазлидин уже так включил Насима Хамеда Но как мы помним, на каждого Насима Хамеда есть свой Марко Антонио Бореро Да, но посмотрим, как будет складываться Снова боковым справа, мне кажется Так подцепил удар по туловище Тут же переводит в голову Гаиб Назарова Здорово бьет эту комбинацию узбекский боксер Попытался мощно пробить сразу же Манук Диланян справа Но заклинчевали соперники друг друга Хватает работы у Виктора Панина Три удара и удар в туловище попадает здесь Фазлидин очень коротко Но мне показалось, что достаточно болезненно В этом году я был в Универсилен. Насилу им вулевских странах В HIS Fазли Блуды Блуды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прочувствовал вот эти удары с дальней руки прямой С туловища как гвоздь иногда вколачивает Манук Деланян Смотри, пускает на дистанцию Деланянов Гаебназаров, но работает на опережение Строй! 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 И снова клинч Ну, из тех боев, что были, мне кажется, самый такой клинчеватый поединок В плане, что очень много Вполне, вполне, вполне возможно Соглашусь с этим, коллега Опять клинк Практически каждая атака заканчивается клинчем И стоя с другой стороны Один-два удара Снова клинчуют бойцы Здесь, без сомнения, они тратят огромное количество сил Но это тоже одна из частей профессионального бокса Совершенно верно Хорошо здесь встретил Нет, ничего не было, он потерял равновесие Манук Манук Постоянно Постоянно на короткой дистанции пробивает В период 2016 И Манук Диланян представляющий Россию Манук выше ростом, но пропускает больше Назаров Попытался нанести удар в туловище Но не попал Снова бойцы заклинчевали друг друга Потеря капы от Диланяна Рефери Виктор Фанин дает команду, чтобы остановили время И в этом бою И в этом бою появляется такая небольшая пауза Капа возвращена И поединок продолжается Начинает Гайб Назаров выдергивать на ногах Много смещаться Но мне кажется здесь Диланян чувствует Когда нужно заклинчевать и клинчует Причем не всегда Именно Диланян является инициатором клинча Хорошо там встречи попадают Диланян Но одного удара здесь мало А мне показалось там тоже Гайб Назаров попал И сам почему-то сюда так заболелся в клинче На какие-то эпизоды мне кажется Что у Букроя остаться не в клинче А отработать на ближней дистанции как в данный момент Манук стал меньше успевать вот этих выбрасывающих встречных ударов И Фазлидин проще, проще сближается на ногах Гайб Назаров в принципе быстрее Да, это было у него прямо изначально в поединке Но сейчас чувствуется, что так функционально Вот в начале этого раунда Как-то просел здесь Диланян Возможно вот эта вот постоянная борьба Все-таки забрала огромное количество сил Пытается идти сам вперед Диланян Вот попадает Манук слева Но головато Актыченко бросит Виктор Панин Одиночным ударом пробивает и тут же клинчует Гайб Назаров Стоп! Стоп! И мы видим, что такая достаточно серьезная гематома на правом глазе уже у Иваняна Он практически закрылся, бровь очень сильно века обкусла Снова попадает в разрез здесь Гайб Назаров Отвечает Диланян, кстати, справа Но опять в Манук есть точный удар Но это одиночный удар, их не так много Да, и они не такие мощные И мне кажется, не такой огромный ущерб они все-таки причиняют Они не могут остановить Гайб Назарова Он продолжает атаковать, они опасаются Клинч у нас, клинч под концовку седьмого раунда А у нас финальный восьмой раунд Начинается с атак Козлидина Гайб Назарова Представитель Узбекистана И его соперник Манук Диланян Из России Снова клинч, клинч у нас Очень много клинча В этом поединке, как мы уже много раз говорили Пошел вперед, снова Фазалидин пробивает два удара Снова клинчуют бойцы друг друга Стоп! Прайм! А в очередной раз, второй раз уже за этот поединок теряет капу Манук Диланян Не учевает Гайб Назарова О, справа сейчас попал Да-да-да, но тут именно не хватает И Гайб Назарова потом в скорости вернутся И после каждой его атаки мы видим снова и снова клинч И возможно это немножко мешает зрелищности этого поединка Хороший размен у нас Стал чаще рисковать здесь Гайб Назаров Выбрасывает стал больше ударов Отлично закручивает он на ногах Вот кстати смотри еще такой момент Да, Диланян выше ростом Но вот эта разница в росте Разница в длине рычагов Она не работает, потому что в принципе у Гайб Назарова руки по-моему не короче Абсолютно верно, да Рич Гайб Назарова возможно очень близок к размаху рук именно Манука Диланяна Кстати единственное поражение у Гайб Назарова было от Микола Фокса, как я уже говорил А Микол Фокс это парень с ростом для первого полусреднего веса и даже полусреднего метр девяносто два Метр девяносто два для этой весовой категории, да Да, это прямо мутантизм такой Ну собственно бой Фозлидин выигрывает Другое дело, что кто-то возможно ожидал от него более зрелищной манеры Я лично ожидал, что Манук Диланян окажет более такое серьезное сопротивление Но в стиле делают бои, как говорят американские специалисты И вот так вот Опять по туловище здесь пробивал навстречу Фозлидин Оставь его, Манук Диланяна И живо, Манук Диланяна Держи его, Манук Диланяна Держи его, Манук Диланяна О, не попал, но ушел на ногах Гайб Назаров умеет работать, да Его футворк как бы на высоте надо отметить, хорошо двигается Гайб Назаров У него первый бэкграунд любительский серьезный Олимпийский, как сейчас Олимпийский, да Плюс человек выступал, по-моему, по WSP Если память не изменяет Абсолютно верно Так что, ну тут Наконец-то, справа попал Диланян Мало, мало, мало Практически без ударов Засещался Гайб Назаров Разорвал дистанцию Пошла концовка у нас Бой закончен, ждем судейского решения Ну так попил кровушки Гайб Назаров, конечно, Диланяну За 8 раундов Соглашусь, соглашусь И хотелось бы послушать счет в этом раунде Судейских записок Всем пока Судейских записок Малыш Канг Малыш 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 Судейских Малыш К сожалению, к сожалению. Видите, что разочаровал вас. Уважаемые дамы и господа, ну что ж, вновь аплодисменты бойца! В этом бою победу единогласным решением судей одержал Фазлетин Каипназара! Фазлетин Каипназара! Фазлетин Каипназара! Играет каппалисты! Это графический региональный Монт! Продолжение следует...